Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15. В программе «Подоплёка». На радио Болтком. «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Подоплёка» мы обсуждаем тему, которая, наверное, волнует всех. Это, ну, с одной стороны, криминальная ситуация сегодня в стране, а с другой стороны, ну, наверное, опасения большей части общества о том, как эта ситуация регулируется, как она расследуется со стороны органов правопорядка, которые, в принципе, должны были бы, наверное, обеспечивать основные принципы юриспруденции или там правопорядка этого самого, то есть неотвратимость, своевременность и адекватность наказания. И сегодня с нами на связи по скайпу будет эксперт по безопасности бизнеса Михаил Хесин. Добрый день, Михаил. Добрый день, добрый день. И мы попытаемся еще получить комментарий депутата Сейма, бывшего министра внутренних дел Яниса Адамсона, известного нам всем легендарного пограничника когда-то, капитана Акулу, который боролся с контрабандистами, который хорошо знает систему внутренних дел и то, как она должна быть построена. Итак, наверное, всех очень взволновала информация, которая прозвучала на прошлой неделе о том, что в Латвии фактически парализовано следствие, поскольку на одного следователя приходится 800 уголовных дел и понятно, что даже если человек будет заниматься каждым делом один день в неделю, то ему потребуется просто на то, чтобы провести какие-то следственные действия больше года. Понятно, что при такой ситуации обеспечить, ну, правильно, своевременное расследование, наверное, невозможно. И эту тему начали обсуждать и в комиссии Сейма по обороне и внутренним делам, ее начали обсуждать в обществе. И это заставляет нас снова вернуться к разговору, который у нас уже в этой студии велся, о том, насколько сегодняшняя система организации следствий, охраны правопорядка, борьбы с преступностью действительно обеспечивает эту самую борьбу. Вот я не хочу, конечно, сейчас возвращаться к каким-то старым временам и спрашивать, как это было, условно, 30 лет назад, но вы по роду действия, Михаил, по роду своей деятельности сталкиваетесь с органами следствия, и, наверное, у вас сложилось какое-то впечатление о том, почему сегодня ситуация такова, ну, фактически она, наверное, какая-то тупиковая, или нам так кажется? Нет, я не только сталкивался, и сталкиваюсь, и способен рассуждать на эти темы. Значит, поэтому, во-первых, меня очень удивила, очень удивила эта цифра 800 дел. Чтобы разобраться в этом, я просто взял отчеты государственной полиции, поднялся несколько лет, которые есть на сайте государственной полиции, и они публичны. Вот. Значит, сразу хочу сказать, что вот в обычной семье нормальной на полках стоит несколько сотен книжек. Но это не означает, что они их одновременно читают, правда же? Ну да. Да. Поэтому 700 дел – это, конечно же, 800 или 500 – это дела, которые с 100-летней давности лежат без движения мертвым грузом, и никто в них ничего не кладет, и никто в них ничего не делает. Значит, в 2020 году, например, было в госполиции зарегистрировано 36 144 преступления. Ну, будем считать, что это 36 тысяч уголовных дел. В 2019 году – 36 900, в 2018 – 40 426, в 2017 – 42 250. Это всего 150 тысяч преступлений. 150 тысяч преступлений. Сколько же у нас сотрудников криминальной полиции вообще? Да. По статистике. 1784. То есть 1800. Таким образом, на 36 тысяч преступлений в 2020 году у нас было 1800 сотрудников, 20 преступлений на сотрудников. 20. Конечно, лукавая эта статистика, говоря о сотрудниках в общей сложности, да, потому что там есть куча начальников, куча помощников, куча заместителей начальников, заместителей-заместителей, первых помощников второго заместителя. Понимаете, да? Да. То есть мы можем сделать вывод, раз в 2020 году на одного номинального сотрудника криминальной полиции пришлось 20 преступлений, а у них там в шкафах 700, ну, так они говорят, или 800, да? Да. Это означает, что либо просто ничего не делается по делам, вот просто дело завели, назначили экспертизу, допросили потерпевшего, вынесли постановление о признании потерпевшим, положили на полку 701, либо вот в этих 1800 сотрудников номинальных криминальной полиции лишь незначительная часть действительно занята в реальном раскрытии преступлений. Тогда у них может накопиться много. А иначе 20. Иначе 20 дел за 2020 год. А за 4 года, ну, 150 тысяч, ну, будет там 100 дел, но не 700, не 800. То есть это вот как-то не получается. С другой стороны, берем статистику опять-таки преступлений и видим, что с 2014 года, я подсматриваю шпаргалку у меня тут все написано. В 2014 году преступность снизилась на 21,42%. В стране неуклонно по официальной статистике, которую выдает госполиция, идет снижение количества зарегистрированных преступлений. Но на полках 700-800. Как это объяснить? Отчасти можно объяснить, конечно же, и следующим. Тоже по официальной статистике. Недокомплект. Недокомплект порядка 18%, прошу прощения, 19,4% сотрудников полиции. Но даже этот недокомплект, то есть недокомплект должен быть, я не знаю, там, 90%, чтобы накопить 700-800 дел, если по ним работать. Либо по ним просто не работают. Там еще другие аспекты есть. Но вот я пока акцентирую внимание ваше на том, что у нас идет одновременно снижение преступности. У нас достаточно крупное количество номинальных работников криминальной полиции, которые должны быть задействованы в раскрытии преступлений. Если он работник криминальной полиции в той или иной форме. И при этом 700-800 дел в шкафах. Ну, не получается. То есть я верю, что 700-800 дел. Просто это, ну, общественно сводится в заблуждение тем, что эти дела, ну, просто там, десятилетние лежат и лежат. Дальше поговорим о другом. Может быть, у вас какие-то вопросы есть? Потому что я готов продолжать. Нет, 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 вы продолжайте. Да, очень интересно эта статистика. Как бы, вот я первый раз слышу о том, чтобы сопоставлялась. Дело в том, что я не гуманитарий. Я прошу прощения. У меня образование первое техническое. Я люблю цифры и могу их интерпретировать. Да. Это редкое качество, Михаил, по нашим временам. Да, спасибо. Продолжайте. У меня, так сказать, не в тренде. Теперь смотрим дальше. Снижение числа зарегистрированных преступлений в 2020 году по отношению к 2017 годам снизилось на 14,4%. Есть статистики, такие замечательные цифры, как количество подозреваемых в совершении преступлений. Так вот, в 2017 году было 13,004, в 2020 10,650. То есть снижение количества подозреваемых в совершении всех тех преступлений, которые были совершены на 18,1%. Причем среднее количество преступлений на одного подозреваемого, то есть условно, у нас три с половиной преступления, на три с половиной зарегистрированных преступления приходится один подозреваемый. То есть эта цифра в среднем примерно не меняется, незначительно. Ну то есть у нас что, сплошные рецидивисты действуют, по три преступления в кряду совершают? Нет, 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 нет. Это же мы говорим о вообще зарегистрированных. У нас нет цифры, что удивительно в статистике процент раскрываемости. Он просто отсутствует. Поэтому можно косвенно о чем-то догадываться. Так вот, снижение преступности на 14,4%. Снижение количества подозреваемых на 18,1%. Это означает, что подозреваемых, строго говоря, стало меньше на единицу преступления, на 20%. Это означает, что либо каждый подозреваемый совершил на 20% больше преступлений, либо госполиция ограничивается тем, что привлекает одного, а второго соучастника не может привлечь. Потому что когда у нас есть два соучастника, то это два подозреваемых, преступление одно. А у нас наоборот, обратная тенденция. Понимаете, да? Подозреваемых становится меньше. И так оно и есть. Мы видим, что, например, снижение по группам, организованным, вообще на 22,2%. При снижении преступности на 14,4%. То есть организованных групп стало 333, а было 428 в 2017. То есть полиции легче вменить одному, чем пытаться, ну, вменить группе. Это плохая тенденция. Это значит, какое-то количество людей остается безнаказанными. Остается совершенные преступления. А мы ведь прекрасно понимаем, что не строгость наказания, а неотвратимость наказания обеспечивает, ну, реальное снижение преступности. Теперь, что на самом деле, ну, из опыта мы видим? Мы видим огромный рост, неогромный рост, вообще, с удолей тяжких и особо тяжких преступлений, она почти 30%. Но так, ну, это как-то вот, ну, как-то так не было раньше. Это, может быть, можно добиваться либо тем, что у нас преступность растет, но она снижается по... По статистике. Я не уверен, ну, не думаю, что тяжкие, особо тяжкие преступления можно укрывать от учета. Ну, труп, он и есть труп. Или там проломленная голова, она есть проломленная голова. Или еще что-то, да. То есть тут, ну, как-то трудно это все в кусты затянуть и спрятать. Это говорит о том, что менее тяжкие преступления не регистрируются. Статистика неадекватна, ну, практической ситуации, которая может быть в обществе. Тяжкие, особо тяжкие преступления не могут быть около 30%. А сколько, вот, ну, в принципе, по ранее известной вам статистике, вот доля этих тяжких, особо тяжких составляла? Ну, вы знаете, это же все меняется. Ну, понятно. Более того, у нас произошла, меняется не в том смысле, что преступность, характер преступности меняется, а в том смысле, что как учитывать и что учитывать. У нас произошла несколько лет назад замечательная декриминализация. Это когда преступления, наказания за преступления стали меньше, и, соответственно, то, что было раньше тяжким, перестало быть тяжким. Понимаете, да? То есть, если раньше давали 7 лет, а сейчас стали давать 4 года. Ну, например, какие декриминализировались? Вот такие тяжкие преступления. Я не помню сейчас, какие, ну, там, хищения в каких-то размерах и так далее. То есть пошло, и поэтому, поэтому, на самом деле, должно было быть увеличена доля менее тяжких. А она не уменьшилась, она стала больше даже. То есть вот о чем речь. Это говорит о том, что менее тяжкие и малозначительные преступления не учитываются. Не учитываются каким образом? Это или население не идет, махнув рукой, ну, или человек приходит в дежурную часть, ему говорят, ну, как-нибудь сами разберитесь там. Ну, подумаешь, велосипед украли. Подумайте, у нас тут столько дел, мы тут вот у нас 500 дел читали, да. Мы будем тут, я не знаю, вашу кражу велосипеда раскрывать. Вот. У нас есть звонки, Михаил. Давайте мы немножечко поговорим с радиослушателями. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Добрый день, Виктор. Ну, еще насчет статистики. Какой процент раскрываемости вообще преступлений? Это вот довольно-таки интересная цифра была. Спасибо, но Михаил уже сказал, что такой показатель, как раскрываемость преступлений, в нашей официальной статистике отсутствует. Это так, Михаил? Да, это так. Более того, он стал отсутствовать лет 10 назад, поэтому присутствовал. Не в прямую, может быть, косвенно, но присутствовал. Вообще, раскрываемость преступлений – это такой показатель очень важный, но там важно выделить раскрываемость преступлений, совершенных в условиях неочевидности, и раскрываемость иных преступлений. То есть, понимаете, когда в магазине продавцы задержали воришку с тремя бутылками коньяка, там, под мышкой и в штанах, и еще в кармане, то, ну, тут все раскрытие сводится к тому, чтобы просто… Оформить правильно документы. Оформить правильно документы, да. И не выгонять этого, не потребовать там, что он рассчитался, и не выгонять его на свободу. То есть, это преступление совершено в условиях очевидности. Далее, когда два человека, или там три человека в компании распивали алкоголь, и один другому в ссоре всадил нож в грудную клетку в присутствии свидетелей, и сам тут же пьяный уснул с этим ножом, да, то это тоже преступление, совершенное в условиях очевидности. Там нужно всего лишь, хоть оно и особо тяжкое, но нужно всего лишь правильно все оформить. Все на месте, свидетель на месте, тут на месте обвиняемый, подозреваемый тоже вот с ножом зажатым в руке, спит, храпит, потому что много выпил. Да. Вот сильно переживал. Главным для криминальной полиции является раскрытие преступлений в совершенных условиях неочевидности. Это вообще тайна за семи печатями. То есть, этой статистики давно уже нету, а она наиболее интересна. Это главная задача уголовного розыска, криминальной полиции. Называйте, как хотите, сыска. Главного розыска, сыскной полиции любой. Главная задача. Поэтому можно судить только косвенно. И так, из этой статистики я вижу, что перестали вменять второму, третьему, пятому человеку. Договариваются. Берешь все на себя, передаем в суд и до свидания. Берешь все на себя не в смысле чужое, а в смысле, зачем ему пытаться доказывать. И мы знаем это из практики. Следователю тяжело доказывать. Мы имеем отношение к безопасности некоторых объектов. Три человека совершают кражу. Одного поймали, два убежали. Двух мы установили. Но они все отрицают знакомство друг с другом, хотя есть видеоматериалы и так далее. Следствие вменяют одному. А те не признаются. А вот адвокат скажет. То есть, эта тенденция есть, когда работник полиции сейчас заменяет адвоката. Он уже сразу говорит, а вот адвокат скажет, и поэтому не надо, забудем об этом. Ну так ты и делай так, чтобы у тебя были контраргументы против того. А если ты уже знаешь, что скажет адвокат, ну так сделай так, чтобы он не смог этого сказать в том смысле, что ты проведи правильно эти шаги, какие-то следственные действия, докажи, упреди. И вот тогда высказывания адвоката будут малоэффективны. Но это работать надо, понимаете. Это не обращается, что вся полиция сидит, ничего не делает. Тяжкие преступления, видимо, особо тяжкие, но раскрывают. А на остальное не обращать внимания. Или мало обращать внимания. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. И буквально через 2 минуты вернемся. Не переключайтесь. Я вижу, что есть звонки. Мы обязательно ответим радиослушателям. Возвратимся через пару минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вы слушаете радио «Болткома». Добрый день. Еще раз продолжаем программу «Подоплека» на прямой связи по скайпу с нами Михаил Хесин, эксперт по безопасности бизнеса. И мы обсуждаем проблемы нашего уголовного сыска, который, ну, к сожалению, как говорят официально, завален делами, а на деле оказывается, что этих дел не так много, как нам декларируют, ну, по крайней мере, не так много, чтобы их нельзя было расследовать. И здесь получается, что сокращается количество подозреваемых, сокращается фактически следствие в отношении организованных преступных группировок, потому что следователи не имеют либо желания, либо квалификации расследовать такие дела, устанавливается участников, связь между ними и так далее. Вот здесь мы подходим к оценке действительно квалификации людей, которые занимаются следствием в уголовной полиции и вот их аргументов в пользу того, чтобы, допустим, не привлекать людей, которые, ну, условно являются соучастниками в преступной группе, однако, поскольку не пойманы на месте преступления, то они фактически ускользают от наказания. Как вообще, ну, вот с этой проблемой можно бороться? Очевидно, что квалификации следователей не хватает для того, чтобы доказать такие вещи, ведь, в принципе, ну, нам в кино показывают, что следствие такое умное, что оно вот эти все цепочки прослеживает, оно устанавливает там на очных ставках и так далее, на каких-то других следственных мероприятиях, вот эту взаимосвязь и эту виновность. Но почему-то даже, когда, ну, вы как помощники следствия, может быть, представляете аргументы в пользу виновности того или иного лица, эти аргументы не принимаются. Ну, если хочется, понимаете, хочется говорить, конечно, да, о том, что вот там они недостаточно квалифицированы. Да, такое есть. Но подчас это ленность и понимание того, что, еще раз повторю этот тезис, я его неоднократно повторял, самый хороший полицейский – это тот, который ничего не делает, его наказать за это трудно и обвинить ни в чем, потому что очень часто работают только в силу указаний высчитающего руководства. Вот это интересует, на контроле – это там будут дело, там, где нет контроля, там не будут делать, наказать нельзя, ведь нету не только раскрываемости преступлений, нет сроков раскрытия преступлений. Опять, ну, если я сейчас начну говорить о том, как это было раньше, как это должно быть, ну, я не знаю, многие удивятся и скажут, что, ну, это фантазии какие-то. Начнем с того, что работник полиции, он не должен быть чиновником, его деятельность не должна регулироваться трудовым законодательством, она должна регулироваться положением о прохождении службы. Это совершенно разные истории. Когда сегодня человек, работник, зайдите в отдел в четыре часа, много там будет людей? Никого там не будет. Да, то есть, ну, это не совсем то, что должно быть и было раньше. Тогда встает вопрос в общество. А зачем им пенсия по выслуге лет, если они, в общем-то, ну, работают как обычные люди, да? Такой вопрос вставать не должен. Они не должны работать как обычные люди, но у них должна быть пенсия по выслуге лет. И у них должно быть надлежащее денежное содержание. При этом денежное содержание, ну, скажем, офицера, начинающего криминальной полиции, не может в десять раз отличаться, например, от денежного содержания высших чинов полиции. Не может. Или в обратную сторону. Денежное содержание высших чинов полиции не должно в десятки раз или в десять раз отличаться от офицера полиции. Ну, два раза. Два с половиной, три. Хорошо. Сейчас у нас на связи Янис Адамсонс, депутат Сейма и бывший министр внутренних дел. Янис, добрый день. Добрый день. Ну вот мы сейчас обсуждаем с Михаилом Хессиным, вашим бывшим коллегой, ситуацию с этим следствием. И Михаил обратил внимание на реальную статистику преступности, на то, что, во-первых, почему-то количество тяжких преступлений очень сильно выросло в процентном отношении по отношению к другим преступлениям. И он связывает это с тем, что какие-то небольшие преступления просто не регистрируются, уходят из статистики. А во-вторых, количество подозреваемых очень невелико и, собственно говоря, видимо, не расследуются соучастники. И вот преступные группировки стали хуже отслеживаться и привлекаться к ответственности. И вот эксперты связывают это с тем, что отсутствуют сейчас в статистике показатели раскрываемости преступлений и сроков расследования. Вот когда-то на комиссии у вас обсуждался этот вопрос, почему эти показатели были изъяты из обязательных для полиции и можно ли вернуть эту ситуацию для того, чтобы эффективность следствия повысилась? Да, конечно, все это можно сделать, но надо взрыть в корень. Дело в том, что о чем говорят специалисты, в том числе на заседании к нашей комиссии, о чем говорит и высыпающая сейчас в прямом эфире, это все следствие. А причину надо искать совершенно другому, и причины начались у нас создаваться в нулевых годах. Где-то с 2002 года целенаправленно начали гнобить систему МВД. Полицейские не получали социальные льготы, отпускные и так далее. Когда они заставляли уходить, то, в принципе, это началось после прихода к власти Ялной Свайкс, господина Рэпша. И всему венец, всему это была ликвидация Академии полиции. Когда у нас создана система, что у нас нет ни одного учебного заведения в нашем государстве, которое готовило бы следователей. У нас проблема по поводу подготовки оперативных работников. Я уже как-то, высыпая на заседание парламента, говорил, что все представители ОПГ, в том числе, как я их называю, государственного ОПГ, оргпреступных группировок, пили не один день, когда было принято решение о ликвидации Академии. У нас на долю одного следователя в среднем где-то около 800 уголовных процессов. Но я думаю, что мы все реалисты понимаем, что следователь не способен физически расследовать такую кучу дел. Они откладываются в полку, на полочку и ждут, когда пройдет срок давности. И потом списываются или случайно раскрываются. Планомерной работы, как она должна быть, научной работы нет. У нас по отдельным специальностям уже нет докторов наук, то, что касается работы системы МВД. Поэтому первое, если мы хотим что-то изменить, это восстановление Академии полиции. И дальше это уже качество следователей, обучение и следователей, и полицейских, и прокуроров, и судей, и так далее. Тогда мы можем о чем-то говорить. Янис, ваш коллега Эдвин Шнера говорил, что все очень просто с этими делами уголовными. Если такая нагрузка на одного следователя, надо просто сделать оптимизацию. И людей, которые заняты сейчас в данный момент другими функциями, просто обязать вести следствие. Как вы считаете, это серьезный аргумент? Ну, слушайте, ну, можно дворника. Ну, в свое время у Владимира Ильича Ульянова было выражение, что даже пухарка может управлять государством, и наши чиновники здесь ставят точку. Там, ну, дальше запятая, как пьяный извозчик кобылой. У нас и так происходит. Что предлагает господин Шнера? Ну, давайте переложим следственные функции на людей, которые вообще ни ухом, извините, ни рылом. У нас не комплект следователя 30-40% в зависимости от полицейского учреждения. Да о чем мы говорим? У нас нехватка специалистов. Хотим бороться? Должна быть политическая воля. А у нас политическая воля, государственная воля бороться с оргпреступностью просто нет. Буквально на прошлой неделе на вашей комиссии выступал с докладом генеральный прокурор Стуканс, и он сказал, что сейчас приоритетом является борьба с отмыванием денег, и именно для этого будут мобилизованы все силы прокуратуры. Ну, это с точки зрения простого жителя реально то, что нужно делать для того, чтобы защитить его интересы? Или это какая-то борьба наверху, для которой все ресурсы сейчас мобилизуются? Ну, мы можем мобилизовать ресурсы, да, давайте мы мобилизуемся на отмывку денег. Но у нас зачастую получается, что то же самое, что касается борьбы с отмыванием денег, в результате мы добились со всеми этими реформами, капитальным строительством, на то, что из нашего банковского сектора ушло 11,5 миллиардов евро. Это хорошо или плохо? Наверное, плохо. Эти деньги ушли в соседние государства, ушли в Соединенные Штаты, в Соединенные Королевцы и так далее. И ведь ничего, по сути, не изменилось. А мы лишили хорошую подписку. Можно, конечно, и нужно с этим бороться, но нужно создать систему. Пока у нас не создана система, очень трудно о чем-то говорить и целенаправленно работать. Первая, безусловная, задача – это воссоздание Академии полиции или создание Академии национальной безопасности на основе Академии Министерства обороны. Можно факультативно обучать, готовить специалистов. А так, революционного самосознания недостаточно, чтобы эффективно бороться с преступностью. Ведь, чтобы бороться, нужен научный подход. Ну, нужен системный анализ. Что я рассказываю? Я думаю, что подавляющее большинство слушателей смотрят детективы и знают, как грамотно расследовать одно или другое дело. Ничего нового в мире нет. Есть новые технологии, которые надо использовать. До этого мы можем мобилизоваться на одно или на другое, на один или другой вид преступления. По сути, это ничего не изменит, пока не будет решена самая основная задача. Чтобы с подчиненного требовать, его надо одеть, обуть, накормить, обеспечить социалкой и, самое главное, обучить. После этого можно требовать с него отдачи. Пока этого нет, но не будет. Почему в Эстонии полицейский получает, закончил училище, как минимум, тысячу евро? Есть разница. Есть разница в стимулах. А у нас этого нет. У нас победу одержал государственный ОПГ или мафиозные структуры, которые радуются тому, что правоохранительная система работает без рук вон плохо. Но и это не их вина. Эту систему создали те же самые политики, которые, очевидно, участвуют во всех этих безобразиях. Спасибо, Янис, за ваш комментарий. На связи с нами был депутат Сейма и бывший министр внутренних дел Янис Адамсонс. И он прокомментировал ситуацию со следствием и с тем, что не хватает профессиональных кадров у нас. Давайте мы послушаем радиослушателя. Добрый день. Говорите, слушаем вас. Алло. Добрый день. Ну, профессиональных кадров, наверное, не хватает. Я там со всеми полностью согласен, но те кадры, которые есть, они совершенно не заинтересованы в том, чтобы выполнять свои обязанности. Но я говорю на основании своего личного опыта, могу привести пример. Вот я по просьбе охранницы магазина «Максимум» предотвратил там кражу. Ну, просто присутствуем, потому что там было двое воров, и невозможно было одной женщине предотвратить. В результате там один из этих воров, мужчина, там были мужчина и женщина, вышел со мной на улицу и стал угрожать мне ножом. Я вызвал, ну, тут подошли люди, он нож спрятал. Я вызвал полицию, поскольку посчитал, что такой человек опасен для общества, который ходит в магазин с ножом. И последовал за ним, чтобы выяснить, где он живет, и в это время звонил в полицию. Когда я обернулся, чтобы не слышно было разговор с полицией, он мне сзади ударил бутылкой по голове, разбил там нос, кровь и так далее. Ну, я заметил, где он живет, тут приехала полиция, я поехал в полицию, смыл там участки, у них кровь, писали мои показания. И через где-то 10 дней мне пришел отказ в возбуждении административного дела. Даже административного? Нападение на человека, это административное дело, хулиганство или что это? Да, административное, поскольку экспертиза показала, что серьезные травмы, к счастью, не нанесли, а то, что за мне разбили лицо, но это мелочи. А то, что при этом было нападение с ножом, это вообще никак не было принято во внимание. Хотя в отказе в возбуждении даже административного дела было упомянуто, что нападение с ножом имело место, и были свидетели этого. Дальше этот человек, оказалось, что это человек известный вор, что он находится на пробации, он пришел на следующий день и стал угрожать охраннице этого магазина Максима, что он ее убьет, зарежет. Вот она записала все это на аудио, есть аудиозаписи с угрозами, он рассказывает, как этим самым ножом он ее будет резать. Вот я написал жалобу в прокуратуру, пришел из прокуратуры отказ, поскольку прокуратура написала жалобу, что, в принципе, с моей точки зрения, надо было возбуждать не административное дело, а уголовное. Вот и... Ну, а из прокуратуры пришел отказ вообще вмешиваться, поскольку написали, что это не дело прокуратуры, потому что речь идет об административном теле. Ну, то есть, описки со всех сторон. Вот. Ну, я там еще юриста подключил, юрист написал, там еще одну жалобу, но все это, все это как песок. Ну, то есть, опасный человек, который уже известен, известный, как казалось, известный преступник, который ходит с ножом воровать, профессиональный вор, вот, напал с ножом, и все это, я подозреваю, что не попало даже в статистику. Вот конкретный случай. Есть все там документы, есть аудиозаписи, есть доказательства, но дела нет. Спасибо вам за ваш рассказ. Я просто в шоке. Я думаю, что радиослушатели тоже в шоке от этой ситуации. Я даже не знаю, как на это реагировать. Михаил, что вы посоветуете? Нет, ну, вот это как раз та ситуация, о которой мы говорили, что не попадает в статистику. Безусловно, здесь состав преступления, ну, то есть, он очевидный и явный. Почему так действует полиция? Ну, вот, что он неграмотный, совсем не понимает, что угроза убийством, которая потом, нож, это угроза убийством. Потом она, характер, агрессивный характер действий человека доказывается тем, что он нанес таки умышленный удар бутылкой по голове, который мог раскроить череп, мог просто поцарапать. Он же не думал об этом, преступник. Он пытался нанести. То есть, он совершал покушение на убийство, на мой взгляд. Можно это вменять. Но то, что рассказывает человек, это для меня неудивительно. Мы сталкиваемся с подобными вещами неоднократно. И объяснить это, вот отсутствие у человека образования, да, я, конечно, согласен с тем, что нужно полицейскую академию восстанавливать. Здесь ни образования, здесь мотивации нет. Ни у кого, у прокурора тоже. И, вот, не знаю, я тоже могу привести массу примеров, вот, вплоть до смешных, потрясающих, когда один и тот же человек находится одновременно под подпиской невыезде в одном участке, в розыске в другом участке полиции и на пробации в третьем участке полиции. То есть, это, ну, безумие какое-то. Они даже между собой, ну, не видят, как можно находиться одновременно в розыске, на пробации. Ну, приди туда и все. То есть, ну, ладно. Или другая ситуация, когда просим, там, в неформальном общении части одного преступника, ну, так дайте его в розыск, потому что мы уже устали его там высматривать. Он говорит, да. А если его поймают, где не долго в пилсе, как я тогда машину пошлю? То есть, понимаете, много очень нюансов. В части высказываний господина Адамса, ну, конечно, да, в первую очередь это обучение. Ведь, не знаю, здесь приоритет я не расставлю. Что сначала нужно мотивировать, создав нормальные условия, мотивировав, мотивировать, изменяя, там, перестав их разматривать, как обычных работников по найму, а как людей, которые находятся на службе, давших присягу. Или же, значит, сначала там Академия и так далее, да. В любом случае, я бы точно не советовал бы, ну, то, что посоветовал, на что ссылался господин Адамсом, да, это руководствоваться детективными фильмами. Там точно все неправда. То есть, даже не пытайтесь, то есть, когда народ оттуда черпает, там вообще все неправда. Михаил, вот по поводу пробации, это получается, что человек находится под надзором полиции? Ну, у него есть обязанность являться. Ему, у него есть обязанность являться, и в этот период, находясь под надзором полиции, если он совершает какое-то правонарушение, он из поднадзора переводится в тюрьму. Так должно быть? Ну, должно быть, да. Он не может быть в розыске. Да. Ну, вот с этим человеком, который угрожал ножом. Значит, ему нужно начать процесс по нарушению там условий пробации, да? Да, да. Ну, либо там его найти и здесь привлечь. Угу. Еще раз, подписка о невыезде, это на чем он совершил. Да. Уже что-то. Да. Подозреваемый, как минимум. Да, пробация и нахождение в розыске. Вот как мило. В разных участках одно и то же лицо. Ну, а вот с этим дядькой, который угрожал ножом, если он находился на пробации, то разве вот это правонарушение, совершенное им в отношении человека... Для этого нужно квалифицировать деяния, чтобы полицейский, который вот... Он должен был бы в любом случае, я прошу прощения, подняться со стула, не хочется употреблять другое выражение, да? Подняться со стула и опросить потерпевшего должным образом. Угу. Должным образом, в нюансах. Опросить свидетелей. Он должен подняться со стула, куда-то поехать. Понимаете, да? Да. Угу. Если же я, извините, беру ружье и стреляю в человека, и только по касательной, кожу ему поцарапал, это что, не будет покушения на убийство? Или покушения на какое-то другое тяжкое преступление? Если я беру бутылку и разбиваю его голову у кого-то, ну, голова оказалась крепкая, или у меня рука слабая. Это не означает, что я, ну, не хотел причинить какое-то серьезное телесное повредение? Попытайся доказать. Попытайся. Ну, увы. Ясно. Это нужная мотивация. Так, ну, в общем, у нас сегодня безрадостная программа получилась. Я вижу, что есть много звонков телефонных. Михаил, сейчас, секундочку. Да. Много телефонных звонков, к сожалению, мы не сможем уже их принять, потому что время программы истекает. Мы сегодня обсуждали тему безопасности нас всех, то есть охраны правопорядка и защиты интересов граждан нас всех. Но, к сожалению, с этой ситуацией у нас очень как-то все безрадостно выглядит. И по ряду, так сказать, законодательных причин, то есть из-за того, что существующая система не позволяет требовать от следствия эффективности работы, и потому что кадров не хватает, и потому что средств не хватает для того, чтобы люди в полиции могли адекватно себя обеспечивать и свои семьи. Я думаю, что мы еще вернемся к этому разговору, обязательно его продолжим. А хочу поблагодарить Яниса Адамсона за участие в программе. Хочу поблагодарить Михаила Хессина, эксперта по безопасности бизнеса, за его исчерпывающие, очень четкие комментарии. Программу провела Людмила Прибыльская сегодня, звукорежиссер студии Евгений Копеин. До встречи через неделю. Спасибо за внимание. Радио Болтком